В прямом эфире телеканала Хабар 24 новости в студии Марат Ерназар. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в республике вступает в силу запрет на проведение праздничных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, а также конференций, семинаров и выставок. Усилен санитарно-гигиенический режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения. Так, например, в столицу обслуживают шесть автобусных парков. Сеть общественного транспорта состоит из 93 маршрутов. Ежедневно в рейсы выходят сотни машин. И каждый автобус теперь будет обрабатываться специальным дезинфицирующим раствором. Это делается для профилактики коронавирусной инфекции, которой пока, к слову, в Казахстане нет. Марк Брюшко побывал в одном из автобусных парков и узнал, смогут ли теперь пассажиры чувствовать себя в безопасности. Расскажите, пожалуйста, нам, как все это будет происходить на линии? У нас утром, как автобусы выезжают, водители получают дезинфицирующие растворы. Сделали один круг, на конечном обрабатывают все места, которые прикасались пассажиры. Сколько требуется времени раствора, допустим, чтобы выветриться? Или он не особо опасен для людей, не вызывает ли аллергических реакций? Сам дезинфицирующий раствор никакого вреда не принесет, потому что от него никакого запаха нет. Специальные средства моются. Потом выветривается. Даже если полностью вечером, когда моется автобус, он до утра стоит, автобус, потом утром только выезжает. Вам для этого будут выдаваться перчатки, тряпочки? Да, с сегодняшнего дня нам сказали, уже выдали перчатки, тряпки. На мойке будет специальная дезинфицированная вода, чтобы мы протирали именно с такой водой. Расскажите, как будет здесь обрабатываться транспорт, на месте непосредственно в вашем автопарке и чем? После окончания работы автобусы заезжают на мойку, где в обязательном порядке автобусы, именно те места, где прикасаются пассажиры, это поручни, ручки сиденья, обрываются мойщиками, которые убирают внутри. Есть специальный раствор дезинфицирующий, который называется С-01. Это таблеткообразная, которая разводится в 200-литровой бочке. На 220 литров бочка объемом закидывается 22 таблетки. Если, допустим, у вас закончится это средство, запасы есть, вот объем? Запасы есть, есть где брать. Самое главное, это в Казахстане, его долго искать не надо. Ну, правда, до какого числа и до какого месяца будет проводиться подобная обработка общественного транспорта, никто сказать пока не может. Ну, а здесь снимали Марк Брюшко, Нургалим Амурбаев, Хабар-24. Далее наш эфир продолжит прямая трансляция из службы центральных коммуникаций, где с минуты на минуту начнется брифинг с участием представителей Министерства сельского хозяйства. И я передаю слово модератору Маржан.